Прошло две недели с того момента, как Ивановский театральный комплекс начал работать в привычном режиме. В репертуаре появились спектакли, которые не удавалось показывать на неродных сценах. Некоторые коммерческие концерты и постановки пройдут в музтеатре, а не как сообщалось ранее в ЦКИО. Коммерческие концерты действительно, предварительно они были распределены на ноябрь и на декабрь в здании ЦКИО «ФТЭКС». Но в связи с тем, что ряд концертных организаций сразу заявили о том, что их интересует только площадка Ивановского музыкального театра. Вот, к примеру, как сегодняшний концерт, который состоит с Кристиной Рыбакайт, он первоначально был заявлен именно в здании музыкального театра. Поэтому и мы тоже рады, что коммерческие концерты также вернулись на нашу площадку. Зал он любим также и зрителями. Как известно, руководство музтеатра заявило, что иногда артисты будут выступать в Доме культуры Кохмы, несмотря на жалобы, что в зале очень холодно. Эта проблема, активно обсуждаемая в соцсетях, даже нашла отражение в юмористическом фоторепортаже. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Воздух в Кохмском ДК, по словам сотрудников музтеатра, не прогревается выше 10-12 градусов. О проблеме в профильном департаменте знают. Температурный режим, который на сегодняшний день, так сказать, ну вот 10 градусов, который заявляет, хотя там была, она незначительно выше, и достигается за счет того, что ставятся обогреватели, пушки. Но это проблема, которая известна муниципалитету давно. Действительно, зал, который имеет свои проблемы, и в настоящее время администрация города Кохмы не в состоянии решить эту проблему. Поэтому музыкальный театр, он уже принимает решение о том, чтобы в зимний период концерты, скорее всего, там проводиться не будут. Двери театрального комплекса теперь открыты как для сотрудников, так и для зрителей. Но масштабное обследование здания еще продолжается. Инженерно-технические изыскания, они пока еще в самом начальной стадии. И говорить уже об итоговой судьбе Дворца искусств пока преждевременно. На сегодняшний момент действительно угрозы для жизни и здоровья людей нет. Мы сами, как сотрудники близких культуре, уже посещали мероприятия, представления, которые во Дворце искусств организуют. Ну и очень надеемся, что те предложения и прогнозы, которые будут сделаны по итогам комплексного обследования объекта культурного наследия, ну, позволят, наверное, снять все те недомовки. Кто-то говорит о заметных трещинах на фасаде. Кого-то встревожила ситуация с пожарным занавесом. Но что именно послужило поводом для траты 5 миллионов рублей, на обследование Дворца станет ясно в мае следующего года. Одно дело, когда просто, как не специалисты, да, мы с вами ходим и, например, переживаем за счет того, что там какая-то трещина появилась, или у меня пол под ногами трещит, например, ненужным образом. А другое дело, когда к этому уже привлекаются эксперты, имеющие лицензии Министерства культуры, которые знают, как посмотреть, где посмотреть, да, и какие выводы всего из этого можно сделать. Поэтому назвать вам перечень тех, сказать, так в кавычках, дефектов, которые послужили к проведению комплексных инженерных изысканий, ну, наверное, не представляется возможным. Ответы на все вопросы можно будет найти в заключении специалистов строительно-конструкторского бюро, которые детально осмотрят все здание, от фундамента до крыши, и даже возьмут пробы грунта. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.